В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте. Он вывез 350 бойцов из зоны АТО живыми, а его заключили под стражу. Военная прокуратура открыла три уголовных производства в отношении командира батальона Прикарпатия, который самостоятельно принял решение об отступлении, когда силы с противником были неравными. Подполковника Виталия Комара пригласили в прокуратуру Южного региона в качестве свидетеля. Уже в кабинете у прокурора ему объявили о подозрении по трем статьям. Вчера поведомлено про подозру у вчиненні криминальных правопорушений за частиною 3 статті 409. Это отмова от отнесения оборудований військовой службы в боевом обстановке. Частина 1 статті 426 – это бездействие військовой владе. Та частина 2 статті 402 Кримінального кодекса України – непокора. Еще через короткое время Виталия Комара отправили в Приморский суд для избрания меры пресечения. После часового заседания судья поддержал требования прокуратуры частично. Заключил командира под стражу на два месяца с возможностью внести за него залог в 300 тысяч гривен. Мене взагалі дивуюсь, що вони тут кажуть про якісь, що із-за нашого батальйона там когось окружили, що ми пішли звідти, що ми не боронили на автобусах, треба було боронити все. На жовтих автобусах, де написано «Діти». Ну, вони ж там не були. І навіть, не дай Бог, якби щось сталося, хоча воно сталося. Я людей не мав би взагалі на чому вивозити. Не то, що пішки хіба би виходило. Напомню, 26 августа более 300 военнослужащих отказались нести службу в боевой обстановке в зоне АТО. Самовольно покинули позиции и направились к месту послайной дислокации в Ивано-Франковской області. Одесский облсовет може принять решение по именам голосований депутатов. Соответствующие поправки к регламенту предложили сегодня на заседании президиума. Обласной совет рассмотрит их на очередной сессии 12 сентября. Главной такой новеллой в нем – это предлагается введение поименного персонального голосования. То есть все голосования обласного совета, кроме тех, которые прописаны законом как тайные, а это избрание председателя и заместителей председателя обласного совета, то есть избрание должностных лиц. Все остальные вопросы рассматривать и результаты голосования по ним выкладывать на сайте областного совета, то есть поименное голосование. Это позиция очень многих депутатов. Кроме того, стало известно об окончании работы депутатской комиссии по контролю за расследованием событий 2 мая. Основная причина – депутаты областного совета не имеют полномочий контролировать ход расследования, которым большая часть комиссии недовольна. Все дело в том, что эти дела расследуются Генеральной культурой Украины и Министерством внутренних дел. Комиссия областного совета неполномочна контролировать расследование этих органов. Поэтому мы согласовали это дело с Временной комиссией, Следственной комиссией Верховного совета Украины, с Киосента. Материалы, наработанные на нам, передаем им, они вступят в эту фазу. А мы уже в рамках постановления действующей комиссии по законности и пропорядку, в случае необходимости вернемся к этому вопросу с точки зрения уже общего контроля и дачи оценки информирования населения о том, на каком этапе расследуется дело. Впервые за 20 лет была утверждена схема планирования территории Одесской области. Совместно с ней утвердили план строительства рекреационных зон региона. Это два основных градостроительных документа. В соответствии с ними Одесская область и будет развиваться в ближайшие несколько лет. Следующим этапом разработки градостроительной документации станут схемы планирования территорий районов. Решением сессии областного совета были выделены деньги из областного бюджета на разработку схем Любашевского, Раздельнянского, Татарбунарского, Татарудинского и Килийского района. Что касается самовольного строительства, уже к середине осени Управление градостроительства и архитектуры АГА обещает создать рабочую группу. Она и займется этими вопросами. Я думаю, что в октябре месяце проведу семинар, совещание с архитекторами районов нашей области. И мы найдем какие-то механизмы, как с этим бороться. Пока что в преобластной администрации было предложение создать группу по борьбе с самовольным строительством. В настоящий момент информация о данной комиссии не разглашается. Но уже известно, что в ее состав войдут инспекторы ГАСК, архитекторы и, возможно, общественники. В Одессе продолжают помогать переселенцам с востока Украины по предварительным подсчетам. Сейчас их в нашем регионе около 6 тысяч. Особое внимание уделяют людям с ограниченными возможностями, несовершеннолетним детям-сиротам и ребятам из многодетных семей. Свои усилия объединили волонтеры, одесситы и общественные организации, руководство города и представители бизнеса. В пункты гуманитарной помощи можно приносить крупы, консервы, макароны, теплые вещи любых размеров, обувь, игрушки, школьную форму. Пресс-служба горсовета напоминает адреса и телефоны сбора помощи. Они расположены практически во всех районах города. В Одессе ночью прогремел очередной взрыв. Как сообщили очевидцы, горел гараж на улице Вильямса. Интернет-пользователь Дмитрий Петровский выложил на YouTube видео с описанием. По его словам, в результате взрыва в воздух поднялся большой столб дыма и даже в темноте были заметны большие повреждения гаража. Спасатели приехали быстро и ликвидировали пожар. Правда, судя по видео, автомобиль не подлежит восстановлению. Как рассказали в милиции, причиной взрыва стало замыкание электропроводки с последующим возгоранием. А вот в поселке городского типа Александровка вчера подожгли сразу три автобуса. Погибших и пострадавших нет. Горели припаркованные на обочине две газели и автобус «Эталон». Пожарные ликвидировали возгорание на общей площади 30 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил три машины. Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, предполагаемая причина пожара – занесение источника зажигания извне. Продолжение следует...